Сегодня мы наводим мосты в Омском арт-пространстве и зовем всех на лучшие онлайн-экскурсии и концерты. Самоизолируемся в Цветочном саду и создаем мини-огород на балконе. Путешествуем по вселенной комиксов и гостим в столичных квартирах Федора Достоевского. Мы можем смотреть на эту картину, как человек такой вот холодный к искусству, и говорить, какие-то у них щеки красные, какие-то они смешные, художник не умеет писать, а что это зеленые пятна у них на лицах. А с другой стороны мы можем посмотреть это через вот такие вот очки исторического контекста. Научиться замечать многослойность искусства теперь может каждый, не выходя из комнаты. Телеканал «Продвижение» совместно с Министерством культуры Омской области и региональными партнерами с сайтом «Омск.здесь» и «Радио Сибирь» запустили онлайн-марафон «Смотри дома». Это серия лекций, виртуальных экскурсий, концертов и мастер-классов. Все для того, чтобы не скучно пережить самоизоляцию. Онлайн-марафон «Смотри дома» – это уникальная платформа, где все желающие амичи, и не только амичи, могут побывать в музеях, куда мы не смогли попасть в обычные дни или не успели, побывать за кулисами театров наших омских, и послушать, и посетить концерты омских исполнителей, в которых мы по каким-то причинам не дошли, не смогли сделать это в обычные будние дни. От специй до трусиков. Ответы на самые неожиданные вопросы мировой культуры знает сторителлер Галина Черба. Цикл ее авторских видео-лекций посвящен истории мировой живописи, архитектуры и скульптуры. Так за 40 минут вы узнаете, почему в образе Мадонны Рафаэля так много чувственности, и как Эдуард Мане разрушил репутацию своей музы. Пикник, нужно сказать, весьма пикантного содержания. На пикантность этого пикника указывает маленькая зеленая лягушечка, которая находится в дальнем углу от меня. Ее не так просто рассмотреть. Это такая маленькая зашифрованная послание Мане. Дело в том, что девушек облегченного поведения в это время называли или цапельки, или лягушки. И вот как раз это то самое послание. Викторина Мюран сыграла девушку легкого поведения в компании двух одетых мужчин. Тайна черного квадрата Малевича, живопись средневековья, возрождения и нового времени. Живые, честные и неожиданные истории творцов и их произведений. Всего в цикле больше 10 лекций. И никакого академического занудства. История искусства рассказана самым доступным языком. В это время фотошопили художники просто отчаянные. Инстаграм – жалкие дети, честное слово. Вы только вглядитесь в спину этой дамы. Мне кажется, что у нее минимум 7 лишних позвонков в пояснице. У нее каким-то образом необычно удлинена рука. Если она встанет, она будет ниже колена. Отправиться на прогулку по городским арт-пространствам или по мостам Омска во время самоизоляции можно. Гуляем по городу вдоль и поперек в рамках онлайн-экскурсий. Почему юбилейный мост получил славу французского, но при этом напоминал питерский? Городские архитектурные доминанты имеют множество секретов. И самое время узнать родной город чуть ближе. Мост был необычным, ведь он был раздвижным. Причем не так, как мы привыкли в Санкт-Петербурге. Одна его часть отодвигалась, открывая ворота для водного транспорта. Перемещаемся в Соединенные Штаты Сибири. На самую яркую городскую окраину необычное арт-пространство – место для своих. Бедна Таун – это жилой дом и мастерская Дамира Муратова. Здесь можно и посмотреть работы художника, и рассмотреть пейзаж жизни его семьи. Наша легендарная стена, мы называем ее Гауди для бедных. Друзья и знакомые нам привозили разную плитку керамическую, разные объекты из других городов и стран в подарок. Это все складировалось, в том числе и керамика, и старые разные предметы, которые впитывали в себя время, но которые было тяжело выбросить. И это все пошло в стены сюда. Здесь можно даже восстановить какие-то периоды моего детства, жизни, моей отца. Идем дальше. Омские музеи и театры – так ли хорошо, мы их знаем. Телеканал «Продвижение» совместно с Министерством культуры Омской области готовы приоткрыть завесу тайны и показать изнанку культурной жизни региона. Омская филармония откроет за кулисье концертного и органного залов. Это самая главная идея – получать что-то новое, дать возможность себе уже не смотреть сериалы, не смотреть фильмы, не готовить, не убирать квартиру, а какую-то свою духовную пищу получать. Плюс – это контент, который, возможно, мы еще какое-то время не увидим. Никто не знает, когда закончится режим самоизоляции, как его долго могут продлить, попадем ли мы в любимые омские музеи, попадем ли мы в наши любимые театры – непонятно. Поэтому мы такую возможность зрителю даем сейчас. Оказаться на концерте, не выходя из дома, легко. Телеканал «Продвижение» и «Радио Сибирь» в Омске подготовили серию камерных концертов. Темная ночь, только пули свистят по степи. Более 60 тысяч пользователей, не выходя из дома, уже посмотрели выступления экс-гитариста гражданской обороны Александра Чеснокова и автора хитов Юрия Шатунова Андрея Картавцева. Дуэта «Яры энд Джуз» и Алексея Голиздры. В афише группа «Стерео», «Джаз Момент» и многие другие омские исполнители. В концертной программе под хэштегом «Про слушай» с акустической программой выступит и фолк-группа «Нитленд» – постоянные участники крупнейших международных фестивалей. Лекции, экскурсии и концерты уже есть в открытом доступе. Посмотреть их можно на YouTube-канале и сайте «Омск.здесь». Здесь же вы сможете следить за афишей проекта. А мы продолжаем онлайн-марафон. Вскоре мы узнаем, как выглядит закулисье театра юного зрителя, побываем в арт-пространстве «Левая нога» и научимся говорить красиво на мастер-классе «Публичное выступление». Проводите время с удовольствием и оставайтесь дома. Кто радуется вынужденному домоседству? Как бороться с прокрастинацией и каким спортом можно заняться дома? Пообщавшись с известными мячами, мы узнали, как они проводят свое свободное время в режиме самоизоляции. Наконец-то у меня пришли мысли в порядок. Я поняла, что я хочу вообще, какие у меня цели, как мне двигаться дальше. Мы развлекаемся с девочками, с моими, и мы делаем съемки по фейстайму. У меня всегда все друзья жили в разных городах и странах. И сейчас это еще больше нас сблизило. Мы стали чаще созваниваться по видеосвязи, болтать. У нас собака порода Акитоину. Его зовут Ваки. Полное имя Вакидзаси. И он сейчас больше всех радуется карантину, я думаю, самоизоляции, потому что мы просто каждый день вместе с ним. Всем желаю хорошего карантина. Надеюсь, что у нас будет меньше заболевших людей. И надеюсь, что все серьезно к этому относятся. И действительно сидят дома в основном, никуда не выбираются. В данный момент я нахожусь в Польше, в городе Вроцлав. Я не живу в Омске уже 10 лет, но у меня все равно сибирь головного мозга, потому что вся моя семья живет в Омске. Я стараюсь часто приезжать. На карантине я стараюсь писать магистрскую диссертацию, но мне очень плохо получается бороться с прокрастинацией. Я спасаюсь тем, что каждое утро я делаю йогу. И для этого не нужно, в общем-то, никакого специального оборудования. Нужен только коврик и удобная одежда. Есть такая ответственность, когда ты выкладываешь это в социальные сети каждое утро. Ты как бы не можешь просто софокапить, и тебе нужно обязательно утром проснуться и сделать йогу. Лучше остаться дома. Вот такой, наверное, совет у меня. Очень банальный, но я думаю, что если все будут придерживаться правил, то ситуация должна улучшиться в ближайшее время. Уверен на 100%, что если поискать в закормах у каждого нормального гражданина, Российской Федерации должно найти гиря. Потому как, если верить старым источникам, то гиря еще в советское время была как дополнение к интерьеру. Можно сказать, что все должны объединиться. Одной единой идеей. Идти вперед. Исправедно, что? Вперед идти разумно, с головой. Думать о здоровье. Думать о здоровье пищи. О собственном весе. Развиваться в разных направлениях. Не только физическом направлении, физической активностью заниматься. Но и читать также книги. Кому-то можно заняться изучением иностранных звуков. Поднимать какие-то старые долги по каким-то хвостам. И так далее. Пока за окном весна только раскрашивает все в нежные зеленые краски, на этом балконе в Копенгагене уже вовсю зеленеет листва. Хозяйка прямо здесь решила развести мини-огород. Благо, времени на неожиданных каникулах много. И чего только на этой грядке нет. И сельдерей, и брокколи, и морковь. Всем привет из Копенгагена. Сегодня вам расскажем, как в домашних условиях вырастить огород на балконе. Мы начнем с маленького бастернака. Он уже немножечко пророс. Отрезаем заднюю часть. Сажаем наш маленький огородик. Не забудьте обильно полить. Здесь, друзья мои, посадила брокколи. Отрезала также маленький кусочек брокколи и посадила здесь на огороде. А это, между прочим, сельдерей, который посадила в прошлом году. Он пережил зиму, и он уже какой большой и красивый. Самое интересное начнется сейчас. Я вам буду показывать, как растить чили в домашних условиях. Зернышки были замочены заранее на пару дней в салфеточке. Они начали даже уже прорастать. Можно прямо несколько зернышек кинуть одновременно. Базилик, который мы купили в супермаркете. Обрежем еще оставшиеся съедобные веточки. А вот то, что осталось к решучке, мы посадим здесь. Сажайте, дерзайте и наслаждайтесь. Не болейте. Всем пока. Такое развлечение и время занимает, и глаз радует. Да и на столе всегда свежая зелень. Кстати, не только летом, но и зимой. Правда, в Дании это время года не сравнится с сибирскими морозами, поэтому омские перцы и баклажаны растут в тепличных домашних условиях, на подоконнике. Ждут своего часа, чтобы отправиться на грядку. Лук, сельдерей, базилик. Даже на подоконнике можно круглый год получать урожай, независимо от обстановки за окном. А это мой огород на подоконнике. Бакарский перец. Данный экземпляр уже третий из семьи. Два его старших брата были успешно употреблены в пище. Начиналось все с нечаянно выплюнутой косточки и посаженной совершенно волшебным образом в другое растение. От насущного к прекрасному. Созерцание цветения сродни медитации. Успокаивает и настраивает на позитивный лад. Поэтому в доме нужно иметь хотя бы один цветок. Специально для тех, кто забывает даже поливать их, существует очень выносливый вид растений – орхидеи. Когда каникулы закончатся, эти цветы точно не пропадут. Орхидея должна принимать душ. Да, вот именно так. Если в инструкциях говорится о том, что залейте ее водой на несколько часов, я, честно, я на целый день заливаю. Иногда еще могу забыть. И сливаю воду только через день. Но зато она у меня колосится круглый год. Я не знаю, в этом ли секрет. Вполне возможно, как раз в этом. По мне, эта орхидея, несмотря на то, что достаточно экзотический цветок, в уходе абсолютно неприхотлива. Смотрите, хорошая жизнь. Наблюдая за цветами, за тем, как из земли к солнцу пробивается маленький росток, можно и не заметить, как время пролетит. И дома будет уже совсем не скучно. А уж если еще и урожай собрать, каникулы пройдут не зря. Как играть мини-спектакли дома и придумывать идеи для новых пьес, а также общаться со зрителями онлайн, нам рассказал актер Пятого театра Станислав Лишенко. Станислав, сегодня вас сопровождает молодой человек. Расскажите, кто это? Это Валентин Назаренко. Он занимается рекламой, продвижением нашего театра как в «Контакте», так и в «Инстаграме», потому что сейчас «Инстаграм» стал даже немножко важнее, чем «Контакты» информационно. Вот. СММ-менеджер наш, прекрасный человек, который привнес много свежих идей, интересных проектов. Пятый театр сейчас ведет активную деятельность в соцсетях. Расскажите, почему решили принять участие? Все активно начали снимать разные видеоролики. Вот у меня в «Инстаграме», например, там есть пародия на приключения Шурика. Созьми там другую книгу, пожалуйста. Угу. Ты чего? Договор по ипотеке. Я переделал немножко идею. Ну, мне внезапно это родилось. Вот просто родилось и все. Потом еще несколько идей разных там по поводу шутки про мою бороду, потому что у меня детские сказки, я не могу отрастить бороду, потому что, ну, проходит неделя, выходные, и ты вреешься. И там шутка про это была. И это всех затянуло, всем понравилось. Потом была идея, предложена Валентином. «А давайте сделаем читку». Говорю, что за читка? Что читать будем? И вот они предложили идею. Это комментарии зрителей. Они берут их в свои руки и начинают из этого создавать произведение. Внесли туда идею. Мы преподнесли им свои образы. Я был там тренер Борис. Это мотиватор года 2018. Человек, который на удаленке нашел себе любовь. С каждым движением вы становитесь все моложе и свежее. Возраст не власти над вами. И вот все это общей командной работой. Зрители, мы, сами менеджеры и все-все-все. Мы создали такое творение, которое потом зачитали в онлайн-эфире. То есть, по сути, пьеса такая у вас была? Да, да, да. Абсолютно, как бы, все есть. Смысл есть. Есть какие-то мотивации у персонажей. Они чего-то хотят. Что-то... И в этой истории есть также какая-то мораль своеобразная, которая к чему-то приводит. Вот. Поэтому, как бы, ну, это очень было интересно, смешно. И я не читал заранее, чтобы в процессе мне было, ну, то есть, неожиданно что-то. После этого родилась идея создать эфир. Именно эфир. Все вот артисты в домашней ламповой обстановке, как вот сейчас мы с вами сидим, просто и спокойно общаемся, чтобы зрители писали нам одновременно. Мы общались с ними, общались между собой. То есть, это общее общение такое. Не только со зрителем, но и как мы друг с другом, потому что мы тоже никто не видимся. И вот такая идея сейчас у нас пока что есть, еще не реализовалась. Как вам кажется, вот такое общение в формате онлайн, когда зрители имеют возможность задавать вам вопросы, стирает какую-то грань между зрителем и артистом? И какие вопросы вам задавали? Многие считают, конечно, что есть какой-то барьер между артистом и зрителем. У нас же в работе, ну, артист это неотъем... Точнее, зритель это неотъемлемая часть нас, нашего спектакля. Не потому что без зрителей у нас не будет дохода или без зрителей у нас не будет внимания к нам, нет для кого будет играть, не в этом плане. Каждый человек, каждая единица, это часть этого спектакля. Мы создаем вместе, мы думаем, так, а как здесь вот, а как тут вот так, зритель как подумает, поймет, не поймет. Мы для них это создаем, и это прекрасно. Увидеть человека, а не на сцене в образе, а такой какой ты есть, вот глупый, смешной. Порой творишь какую-то чушь, ну, и ты такой есть. Вопросы были абсолютно разные. Ну, в основном были, конечно, по поводу того, чем мы занимаемся вне своего театра. Где черпаете вдохновение в эти дни? Я вот сейчас смотрю фильм «Половое воспитание». Сериал. Очень, ну, интересный, прекрасный сериал. Я не знаю, кто-то, если смотрел, как бы, ну, слышали? Очень интересно. И там он много граней всего. Там переплетается абсолютно все. И ты сидишь и смотришь этот фильм, такой думаешь, классно, классно сделали. И тебя мотивирует сразу что-то сделать самому. Снять, пойти, придумать, реализовать. Смотришь другой фильм, оттуда не идею. Ты не берешь идею оттуда и крадешь ее. А просто тебя мотивирует на что-то. Самоизоляция – это отличный повод посвятить свое свободное время чтению. Поэтому сегодня я расскажу вам о трех книгах, которые претендуют на выбор нашей редакции. Камагридеши. Даже если вы не очень любите читать, этот роман убедит вас. Книги порой затягивают сильнее сериалов. Это книга о любви и вере, мировосприятии и переменах в себе. Сюжет покорит любителей сложных драм и заставит сопереживать персонажам. Словом, если вы ищете книгу для души и сердца, которая не забудется через пару недель после прочтения, Камагридеши для вас. В конце 80-х годов издательство DC Comics решило освежить своих ключевых персонажей. Работу над знаменитым темным рыцарем доверили Фрэнку Миллеру и Дэвиду Мацукелли. Именно они создали персонажа таким, каким мы знаем его сегодня. К слову, работая над сценарием к фильму «Бэтмен. Начало», Кристофер Ноун вдохновлялся именно этим комиксом. «Бэтмен. Год первый» — это культовая классика, с которой должен познакомиться каждый любитель комиксов. Следующая книга расскажет вам о 70 тысячах лет человеческой истории. Прочитав «Сапиенс», вы узнаете много интересных теорий о том, как мы из ничем не примечательных животных превратились в хозяев планеты. Главное, помните, это научно-популярная литература, и она не дает ответы на все вопросы, а лишь помогает вам их правильно задавать. А вот анкеты уже у каждого будут свои. В этой комнате время остановилось. Без метафор. Стрелки застыли навечно, показывая час и минуту расставания с жизнью одного из самых читаемых писателей мира Федора Достоевского. В питерской квартире в Кузничном переулке он поселился вместе с семьей в октябре 1878 года. Сейчас здесь расположен литературно-мемориальный музей его имени. Обстановку прихожей, детской, гостиной и кабинета восстановили по архивным планам и воспоминаниям современников. Любые посетители прежде всего хотят видеть мемориальную квартиру. Это, конечно, центр, это сердце нашего музея, это то, ради чего сюда приходят. То есть здесь можно зримо понять, ощутить, как Достоевский жил, какая у него была семья, как он работал, в какой обстановке создавался роман «Братья Карамазовы». Потому что ни много ни мало, а именно в этой квартире был написан роман «Братья Карамазовы». Оказаться в гостях у автора знаменитого «Пятикнижия» и пройтись маршрутами Достоевского теперь можно и виртуально. Команда телеканала «Продвижение» готовит новый выпуск онлайн-проекта «Смотри дома» – видеоэкскурсию по трем главным городам в жизни классика. Зрители побывают в первом в мире музее Достоевского в Москве. В этой квартире на новой божедомке он провел все детство и юность. Перенесутся в прошлое и окажутся в Омском остроге, где дворянин и отставной офицер четыре года отбывал каторгу чернорабочим. И прогуляются по Петербургу, который стал одним из главных действующих лиц многих произведений писателя. Все творческие взлеты Достоевского так и иначе связаны с Петербургом. Здесь он триумфально в 1945-1946 году вошел в литературу. Сначала в узком литературном кругу, но в основной известность, которую он получил в считанные дни, когда Некрасов приходит к Белинскому с восклицанием «Новый Гоголь» явился. Но Петербург – это город, которого Достоевский не любил, которого он боялся. И есть на этот счет его признание, но одновременно без которого не мог жить и не мог писать. Вот такое взрывное противоречие. Как выглядят памятники Достоевскому в разных городах мира? Сколько весили кандалы, которые приходилось носить узникам Омского острога? И по какой книге гадал писатель в день своей кончины? Знакомиться с наследием литературного классика и узнавать неожиданные факты его биографии зрители смогут без лекций и учебников в формате живых экскурсий, где каждый экспонат расскажет свою историю. Это уникальные вещи. Это угловой диван и круглый стол. Они находились в 19 веке в доме известного архитектора Андрея Ивановича Штагеншнейдера, где его дочь Ирина Андреевна собирала литературный салон. И Достоевский, бывая в этом доме, любил сидеть на этом диване. За этим круглым столом он пил чай с гостями. Экскурсия «Три города Достоевского» стартует в ближайшее воскресенье, 26 апреля, на YouTube-канале «Омск.здесь». В пятницу, 24 апреля, смотрите комедию «Остин Пауэрс. Человек-загадка международного масштаба». Пародия на шпионские фильмы с Майком Майерсом в главной роли собрала в прокате 67 миллионов долларов. Семейная комедия «Домик в сердце» на продвижении в субботу. Главный герой картины женится по расчету, чтобы получить большое наследство и погасить долги. Но перед тем, как узаконить брак, парышке предстоит поездка в Армению для знакомства с роднёй жениха. В воскресенье смотрите проект «Дневники матери» программа о взаимоотношениях между родителями и детьми. Авторы и эксперты-психологи разбирают, стоит ли винить детей за каждую провинность, нужно ли платить за хорошие оценки и как справиться с характером ребёнка. Наши люди в понедельник. Что испытывают работники музея, входя в зал, расскажет Ирина Гавриленко. Как это быть художником и какие сюжеты появляются в Омске в монологе Ивана Предита. Наши люди о тех, кто создаёт настроение в городе. 28 апреля на продвижении мелодрама «Виолетта из Атамановки». Героина сериала прозябает в глубинке, даже не рассчитывая на женское счастье. Но всё меняется, когда гадалка предсказывает ей новую жизнь, а в новостях рассказывают о комете, которая летит к земле. «Жизнь не сахар» – проект о том, как жить с диабетом, какие мифы ходят вокруг болезней и как избежать заболевания. В среду расскажем о диабете второго типа, болезни цивилизации и преддиабетном состоянии.